добрый день друзья хотел бы сегодня сделать обзор своего брудера в международной метрической системе мер думаю весовые показатели нас мало интересует хотел скажу килограмм 7 весит мой брудер вот ну рассказать хотел о размерах моего бруда скажу сразу что его делал наш самарский мастер зовут его юрий юра привет тебе вот и для меня он сделал два таких бродера размеры сразу скажу габаритные высота 53 сантиметра длина метр 18 и глубина 45 сантиметров вот но из чего из каких элементов сделан этот брудер да я забыл сказать что такой обзор меня попросили сделать мои друзья из группы птицеводство саша привет тебе вот чтобы я рассказал для примера как можно сделать вот брудер какие размеры ну и вообще оставить свой отзыв по этому бродеру ну начнем наверное вот с верхней крышки размер крышки метр 18 длина на 45 и высота бортов два с половиной сантиметра они там внутри еще загнуты во внутрь края то есть они не острые такие глазинки ну и также по этому же принципу сделано но у брудера вот это тоже такая же деталь вот она то есть такие брудеры в принципе можно ставить друг на друга и ну и по такому же принципу сделано боковые элементы размерах высота 50 ширина 44 с половиной так но между собой они склепаны как видно вот на заклепках и задняя стенка просто лист оцинковки который также приклепывается снизу приклепывается сетка к нему сбоку приклепан к боковушкам так с этим все понятно да идем дальше кормушка сделана из гипсокартонного профиля это стойка гипсокартоновая 50 на 50 миллиметров 5 на 5 сантиметров и сверху я сделал вот такой кожух закрывает он цыплят перепилят от кошек чтобы кошки их не доставали так как бурдур у меня это стоит дома я придумал такой кожух и кстати у него двойное назначение когда перепилят еще маленькие я этот кожу вставлю другой стороной чтобы они не залазили в эти кормушки изнутри вот то есть вот этой передней стенкой она расположена туда к сетке и закрыта перепилята сюда не вылазит также в передней стенке сделано дверцы размером 34 на 17 сантиметров пингалетом здесь закрывается открывается вот что дальше лотки для сбора помета лотки размером 44 с половиной два лотка вот таких глубина у них 47 ну то есть чуть больше там на два сантиметра больше чем боковые стенки то есть они чуть выходят за края и высота бортов пять с половиной сантиметров вообще высота до сетки здесь от пола до сетки семь с половиной сантиметров сетка используется здесь девяносто половиной на двадцать пять и вы вырезаны вот окна получается такое окно шириной 25 сантиметров кстати второй брудер я заказывал у юры тоже попросил его сделать чтобы были больше здесь эти окна ну сделал вот вырезал здесь видите по 2 по 2 ячейки вырезана а в том был брудере по три потому что цыплята когда продать подрастают принципе для перепелов это вот идеально когда цыплята подрастает голова у них уже здесь не пролазит кушать шеи они все обдирают поэтому я попросил сделать больше иначе мне приходилось просто кормушки опять же им там внутри ставить цыплята у меня порой до месяца в этих брудерах живут жили но сейчас рассаживаю место есть я рассаживаю их раньше система поения здесь ниппельная предусмотрена вот такой бак на 10 литров значит ниппельные поилки установлены клипсы для крепления труб пластиковых высота нижней поилки 12 с половиной верхней 17 с половиной вот такая двойная клипса кстати на дно лотков я вот выстилаю тоже впитывающие пеленки неудобнее потом убирать и также вот когда цыплята разбрызгивают воду она пеленка это впитывают водичку вот так вот выглядит ниппельные поилки кстати капли уловители можно убирать поднимать их вверх потому что перепелята любят спать там да и цыплята чтобы они в маленьком возрасте там не лежали не мочились можно их убрать вверх вот так вот взял отодвинул и вверх поднял они могут отсюда вот снизу спокойно пить так внутренние размеры значит брудера получается ширина 44 с половиной высота 41 с половиной сантиметров и длина метр одиннадцать сантиметров ну в принципе здесь у меня перепелята 100 штук принципе помещается в младенчестве и даже я думаю можно больше здесь разместить цыплят порядка семидесяти здесь у меня тоже живет жила до были времена бройлеры штук семьдесят здесь вполне умещается на первых парах по освещению с левой стороны стоит у меня лампочка светодиодная перепелам я оставлю зеленую 1 ватт на с правой стороны инфокрасная лампа красного цвета которые через диммер у меня здесь вот подключения регулирую он там внизу стоит видно да внизу вот датчик который сюда вот на термометр вывезен сейчас там батарейка села в принципе я им ставлю просто обычный ртутный градусник потому что к тому датчику бывает там цыплята лягут нагреет его смотришь тут 40 градусов на термометре и думаю что такое они там его облепили и тепло хорошо вот я просто обычный ртутный ставлю и по нему контролирую пытался я вам туда приклеивать его градусник но цыплят его постоянно там стучат тук 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 и в итоге он там отлетает с двустороннего скотча вот что еще сказать по моему все уже в общем брудером я очень доволен в итоге я заказал еще один брудер у юры теперь у меня их два но с той лишь разницей что у второго брудера кормушка побольше как я сказал и вот эти кормовые окна не пошире на 12 сантиметров получается грубо говоря там ну 37 ширина так где туда 37 миллиметров вот из для цыплят там хорошо ну и принципе для подрощенных перепелок тоже еще получился вот такой обзор брудера саш если что-то непонятно будет ну звони я принципе еще тебе подскажу и друзья если у кого-то из моих подписчиков зрителей вопросы будут тоже спрашиваете на все вопросы я отвечу упустил я один момент что вот задняя стенка она загибается вот сюда наверх и наверху еще клепается и дает до дополнительную жесткость конструкции и еще одно и передняя стенка это вот одно целое то есть сетка загнута и также еще сверху вот она загнута сюда это же еще дополнительная жесткость бру дуру предается вот этот момент я упустил ну теперь картина я надеюсь полное стало да хотел еще сделать одно дополнение когда у меня здесь живут перепелята я переднюю стенку закрываю одноразовыми пеленками ну чтобы не было сквозняков вот чтобы им было теплее сейчас я покажу как это выглядит ну вот получаются такие шторочки ну и по мере необходимости я их просто отодвигаю делаю здесь окошко для проветривания спринт в принципе вот снизу вентиляция то есть там где лотки видится там порядка трех сантиметров два с половиной три сантиметра там вот такая щель ну принципе никому там жарко не было никто не задохнулся все довольны живы и здоровы всем удачи ребята всем пока подписывайтесь на канал куры в мегаполисе увидимся